так ну что карлики здорово без здорового папа папа приветствую вас на канале ванамаса да да не удивляйтесь и сегодня будет то чего вы давно ждали давно не было смотр графики в игре body cam это внеплановый смотр графики вот один карлик по моему даже не подсказал короче я на днях у себя помна стриме кто-то там написал про эту игру причем он даже вроде не писал что типа сделай обзора может и писал я уж не помню короче я про эту игру даже не знал то есть она настолько по-тихому вышло что я не не знал хотя я как бы не слежу за каким-то там новостями выхода игр но но если выходит какая-то вот реально годная игра да то они просто трубят из каждого утюга например там уходит как diablo либо там не за новый battlefield либо что-то да и из каждого утюга идет даже вот silent hill вышел писали мне карлики сделай на silent hill не буду кстати делать считаю говеный эту серию игр дальше там выходит там вот это обезьяна вышла тоже писали много там кто плюс там стримеры играли я видел вот а вот про эту игру вообще тишу да и вот единство чё карлик в чате написал это он даже помню писал что типа сделай обзор просто общались там карлики я что-то увидел и думаю дай просто загуглю что такое вот загуглил и кстати помню особо понравилось и что такое вот но потом присмотрелся и решил сделать смотр и вот сейчас я смотрю вот оказалось блин действительно тихая революция кстати это применимо к данной игре чисто мой термин нигде не подсмотрел вот понятно что это вообще термином не только к данной игре может да так сказать относиться но в общем так и еще такой момент вот смотрите вот я говорю я распиарил да вот посмотрим после моего обзора будут ли про эту игру больше говорить вот хотя да опять же вы скажете ну там вася один сделал обзор уже дай тебя вася 2 согласен я не видел ни одного отвечаю ну то есть я потом когда вот уже услышал я что-то загуглил дачу там естественно там что-то было естественно вот но как-то вот знаете вообще мелькнула как-то не дошло и кстати эта игра еще напоминает помните год назад была дымка она рекорд очень сильно напоминает возможно это то же самое я вот кстати не гуглил это тоже самое или не то же самое но дико похоже там тоже самое было в плане того что полная такая фото видео реалистичность и здесь я пока что еще по сути ни слова не сказал но вы уже на экранчиках своих глубок кое-что видите на нужно какой-то у вас мнение складывается да как бы сейчас конечно на эту тему еще дальше поговорим вот и там примерно то же самое было кстати сам вот еще такая фишка да вот эти вот граффити список стены были возможно это то же самое просто ренеем сделали вот может быть нет я даже не гуглилась честно говоря мне до одного места это вот второй момент да это вообще я так понял опять же сейчас информация да на самом деле я особо ничего не гуглил то что мне опять же это дофине даже музыка прекратила играть печально ну ладно может я просто отошел от окна слышно какие-то шорохи в общем короче мне дофине да но тем не менее он все равно скажу да так сказать мы же блогеры работники языком поэтому наше дело работать языком поэтому нужно говорить да что-то они просто восхищаться или блевотить да так сказать игру вот новое словечко вам блевотить вот реально ща только в голову пришло до из космоса так вот мне до одного места да там он рекорд это не он рекорд и по моей информации это вообще альфа или бета и игра не вышла но она есть всеми за 1200 рублей правда я так сказать еще 200 рублей не платил да так сказать бесплатную демку играю вот но глубоко как говорится не копаем кстати по настройкам до сразу карликов хоть немножко не в тему но все равно настройки флажди ладно не буду ставить не full hd я кстати ставил не full hd я не понял почему full hd вот ну карлики конечно заговнят меня вот здесь вот все epic я постарался поставить я дел в том что вы скажете ты вася не поставил я ставил я не знаю почему слетела именно в этот раз я не будущее менять на всякий случай что же начал записи часто бывает если ты во время записи меня что происходит чего-нибудь не очень хорошие вот но скажу это не влияет вообще никак потому что вот я ну я просто вижу да когда ставишь 4к я до этого блин я просто уже запускал эту раз 10 потому что у меня были проблемы записью она не записывалась и поэтому минимум минимум уже раз 10 запускал и разрешение да по вам спадала я ставил ну короче не влияет абсолютно дело в том что как вы понимаете да карлики то разумные хоть и нищие зачастую и в 4к не играют но знают что 4к от full hd отличается просто ну критически так сказать например тот же киберпанк вот но эта игра почему-то может она просто с глючилом короче я оставил точно 4к и по качеству картинки не отличаются вообще никак вот поэтому сорян конечно половина комментариев будет про то что ну ты и вася да на 40 90 full hd окей блин что поделать перезаписывать не буду потому что во первых я и так уже с этой игрой минимум час сижу до минимум бы знаем даже больше полтора часа потому что вот какой-то страйк геймплей геймплей короче но это неважно полтора часа уже сижу пытаюсь записать мне это уже надоело на самом деле вот поэтому карлики за мои за мои так сказать потуги до лайк репост подписка колокольчик комментарий вот и с аккаунта мамки тоже так сказать и бабки вот я думаю вы уже до заметили я конечно уже и масло намек сделал до что графика такая прикольная скажем так интересные достойно и это единственная причина по которой вообще делаю этот абсолютно внеплановый обзор я его не планировал даже вчера его не планировал как даже вчера его не планировал вообще можешь сказать как это называется в общем как это такое слово это импровизация импровизация вот импровизация короче масло масло вязаться так ну все понятно хоть додик подключился который теперь будет меня так сказать демилитар и демилитаризовать увидеть на дроне можно летать но это пофиг так короче что тут выйти можно и просто троне первый раз я вот 10 раз я запускала на дроне первый раз летаю короче это ща будет догона и глубочайший аналитика на графику вот все серединка на половинку но мы про это поговорим короче эта игра даже по ходу не вышла до этого возможно альфа или бета и при этом в стиме написано дата выхода вот это альфа или бета 20 июня 20 июня то есть она вышла грубо говоря 3 4 месяца назад вот вам возможно кстати мне тогда мышку писали тогда идти здесь как я на самом деле делал музыку потише но она все равно орет попробуем еще тише сделать сам громко громко блин короче я не помню но я не помню что вроде не смотрел 20 июня ладно короче по поводу даты не знаю в общем какая дата когда она вышла когда не вышла я вот прочел про нее там условно на днях так как бы на стриме кто-то написал решил глянуть в принципе да теперь давайте уже переходим непосредственно графону к глубинной глубочайший до масло аналитики до за которую уже сразу в кредит карлики лайк репост подписку колокольчик ставят до ушки так сказать протирают спиртиком для того чтобы вынимать каждому слову так сказать разумизмом вот короче до графика действительно довольно реалистичная фобор сказать фотореалистичность уже практически 100 процентов но 99 98 процентов но есть одно жирное но которое мы чуть погодя и увидим но я вам его заранее опять же авансом скажу да тут в общем если вот сцена простенькая а тут вот сцена простенькой туда она выглядит уже практически как фотореалистично видео реалистично если бабку подозвать что она скажет о о мальчик внучок ты что запись там какого-то не знаю штурма вот она действительно выглядит прям очень круто вот но если сцена будет более сложной в плане в плане так сказать детали каких-то мелких полигонистых до полигонистых это мы потом опять же чуть-чуть погодя увидим да ну вы карлики авансом лайк репост подписку колокольчик ставите да ну вот так вот видите даже в своих можно стрелять кстати анимации очень хорошие на самом деле вот падение да вот это очень хорошая анимация такая высокочастотная да потому что часто анимация в играх она такая рваная знаете там 3 fps и грубо говоря вот вообще почему-то fps очень плавным то есть там понятно до 60 fps но в ролике это супер плавные не знаю как это сделано то ли вот за счет того что камера вот она как желе болтается может но это на самом деле я пытался отключить не знаю может можно отключить как-то мне не получился отключить там есть такой параметр шеи когда сразу скажу карликом вот этот шейк но я вот даже убавил но это не знаю короче ну карлики как обычно скажет вася не разобрался обзор уже пилишь вот ну вася такой дай терпеть карлики так сказать куда же вы денетесь затерпите но выглядит вообще да как бы особенно так если глаза не протереть спья ну то вообще как реалистично ну я говорю как она рекорд год назад а еще хотел сказать да выглядит как вот эти демки всякие помните андрил париж я делал еще лет 5-7 назад андрил париж там были титаник ну еще кучи другие там еще была демка station я на нее так и не сделал хотел сделать метро station тоже крутая короче вот она также выглядит то есть это андрил по ходу 5 с максимум возможностей да как бы и вот они вот уже сделали такую темпу вот ну вот по этот уровень он они тут все уровни малюсеньких всего несколько уровней разных да как бы мы этот уровень тоже по сути посмотрели на самом деле здесь особо то больше ты нечего смотреть давайте попытаемся тут уж к сожалению же карлики при хвостились камни и свет выключили свет отключился блин но без света тут не интересно давайте сразу выйдем но счет видите наступила давать сразу другую какую-нибудь в принципе эту на самом деле этот level вы уже посмотрели там ничего нет он level малюсенький поэтому там смотреть нечего давайте посмотрим ну например вот этот домик который сделан как меншин как меншином сделано легендарная карта в контра страйке если я кстати не ошибаюсь но вроде меншин где домик отбол блин я не знаю может ару короче я себя не слышу вот эти звуки которые я блин уже до нуля практически убавила ними все на глушают вот она сделан как меншин дал домик здесь правда еще чуть меньше там база была чуть дальше был забор вот но тут кроме вот этого домика ничего нет то есть вот если мы бежим например да то с той стороны в общем уже будет база террористов да но вот собственно для начинками все подключились я не понимаю да это вообще где него ко мне всем припи явились вообще до этого не было людей а тут сразу что-то по 100 человек подключается хватит это терпеть ну так попробую ща погодите лобби что лобби свечте моб шанс можно как-то дропнуть всех этих войсков уже не как так давайте еще раз попробовать переключить я уже не понял да это просто людей не был тут что-то люди какие-то начали я вроде ничего не жму почему они подключаются отчет нажал до этого людей просто не было мешается под ногами просто карлики обзор текстурах не дает сделать но эта карта кстати говоря она такая очень простенькая ну в плане даже графики но сами можете оценить до свое карликовое мнение ну вот это чуть хуже выглядит чем-то карта в плане реалистичности в принципе довольно реалистично довольно реалистично то снег кстати или дождь вот это не очень реалистично давайте попробуем в дом войти not камера видите шатается я не знаю может за счет этого еще так реалистично выглядит на самом деле это так с точки зрения геймплея это мешает но возможно за это выглядит реалистично тут вот эти эти блин войске и школьники они просто не дадут я не знаю как как у байда еще раз до этого людей вообще не было я бы я думал там же хвост тип ты сам создаешь может я чё-то ошибся старт мальч хвост хвост вот как это сделать тим дезмач дезмач тренинг каминг-сун так давайте попробуем просто дезмач вот тим дезмач не знаю тут просто ничего даже нажать нельзя вроде как все равно люди блин или это бот и множество бот какие до этого такой фигни не было а кстати может и были вы на этой карте один был чувак да вообще-то был на самом чок-то там бота можно выкинуть либо терпеть не хочу разбираться карлики опять будут дизлайки ставить за то что я не остановался уже говорю полтора часа уже не считая вот то что еще обзор записываешь полтора часа ну в целом вы можете да все равно оценить графон ну графон реально очень довольно реалистичный очень сильно вот но единственная проблема да опять же мы на это я не знаю как карте там короче есть вот какие-то объекты такие детализированные мелкие до какие-то вазы или что-то вот они там уже видно что не очень то есть вот если по нищему до какие-то вот простая то есть простые вот контейнеры там простые бочки какие-то дом это вот все нормально выглядит а вот есть чуть как говорится глубже копнуть там же видно что не очень ща ну таща другую другую загрузим карту но вот так вот в целом выглядит инвентарь то к сожалению приблизить нельзя ну вот видно даже вот этот плит плита да она такая по нищему в общем выглядит вот карлики конечно напишет и фулл hd и граждане там то же самое если в 4k я говорю тут разрешение по вообще не влияет и не знаю по моему стал на самом деле 4k но все равно не влияет это точно было тут изначально текстурная на 4k рассчитана в 4k разрешение короче я чё хотел сказать да вы напишите чем это добились ну понятно кроме того что это анрел 5 мое мнение что просто тупо фото текстуры добавили реально сверх качество непожатого да потому что в играх да это же по сути не играет такая фигнюшка какая-то в играх обычно просто жмут нормальные текстуры потому что если игра большая типа например там метро эксодуса да там то там много уровней соответственно текстур очень много им естественно не хватает всего этого и не жмут а тут тут так как это 334 нищих левела то они херанули текстуры хорошие вот но освещение я не знаю на самом деле тот же rtx он насколько я знаю он тут во первых не факт что есть rtx хотя он вроде настройках что то есть такое короче rtx то она но тут просто отражение стрёмно вот я потом покажу лужи они не очень реалистично и тут еще где-то зеркало есть тоже не работает rtx насколько я понимаю он только работает для теней и для отражений вот так а что-то еще другое да он насколько я знаю не особо дает то есть например как вот отражается свет каустик насколько я знаю это называется могу ошибаться от от вот от стены не в том плане что отражение да как зеркало вообще как реагирует на на свет стена ну скорее всего вы скажете это запеченный не запеченные в этом я тоже не сумшарю не знаю вот это применяется не применяет сложно сказать но вот кстати вот такой уровень до такого плана то есть без скажем так солнечного освещения да здесь искусственное освещение вот эти вот источники света ну потому что солнечный свет это совсем другой тип чем вот это искусство освещение искусство освещения сложно сказать конечно тоже можем поспорить да но тут условно можно сказать как это два три источника солнце это один источник но он такой всеобъемлющий хотя это все конечно спорно и понятно что в любом случае в этих dx это все очень сильно упразднено очень сильно тот же rtx он по вам вообще умеет работать только с двумя что ли источниками света ну либо он может сколько угодно но с каждым новым он там будет тормозить короче очень сильные в общем rtx это тоже фигня общем упрощенная вот так вкратце короче вот вот кстати вот про детали да вот смотрите вот эта ширма и вот по него очень сильно видно да что эта игра то есть например если смотришь на эти стены то более-менее а например если вот на эту шарму да то четко видно она во первых пластмассовая такая да не бумаг не ну она может конечно есть в реале типа пластмассовый ну понимаете да прочу я все-таки она вообще сильно не реалистично выглядит здесь складки там вот даже если она грубо говоря из пластмассы дать целлофан или чё там полиэтилен то все равно не реалистично выглядит вот а стены да стены вот они выглядят довольно четко и но вот такие уровни они в принципе не отличаются от каком-нибудь там metro exodus или киберпанка вот примерно так смотришь примерно тоже самое то есть мы посмотрим опять же вот это мы тут видим уже нищие текстурки кстати давите не написано но опять же возможно 4к я уж не помню вряд ли вот но все равно даже если это отбросить тут полигонов мало это точно не только на этом объекте вот смотрите на основании тут вообще шестигранник на яйцо каноник вот не только тут заметил чаще покажу потом вот то есть видите если соответственно какие-то детали высокодетализированные предметы то там уже видно что уже хромает немножко хитрость такая так сказать а вот если какие-нибудь игры типа метро и любые другие там тоже кучу всяких тот же starfield там вот кучу всяких вот таких же от деталей да и все они будут стрёмники вот эти ну тут они тоже есть вот его кстати вот видите баночка у нее тоже шестигранник на яйцо крышка вот вот тоже канистра тоже но тут она вообще смотрите шестигранник тоже на яйцо каноник советская змейка помните советская змейка вот но стены да неплохо выглядит но вы тоже пишите свое мнение чё считаете что думаете так сказать карлики да вот но я думаю короче другими словами не все шоколадно это вот на этих нищих уровнях да выглядит более менее неплохо а вот стоит такую детализацию да там если были бы тачки я меня эта игра естественно абсолютно не интересует то что это какая-то стреляя стрелялка подобие контра страйка меня интересует что-то типа ну хотя бы метро exodus хотя бы лучше что-то типа gta да но естественно никто это ничего делать не будет вот и там бы я посмотрел на тачки но тачки с одной стороны форса уже тачки просто но фантастически на самом деле да там вот как раз мир немножко хромает а тачки фантастически но с другой стороны не факт что если другие люди будут делать они сделают фантастические тачки хотя не могут их просто например взять у force и заплатив день денежку то есть они у force уже оцифрованы до сделаны это же целое дело реально супер качественно оцифровать машину вот у force уже все это есть да там высококачественная но у них мир чуть-чуть хромает но тоже довольно хороший кстати вот местами он даже сравнится чуть ли не с этой картинкой местами ну по-разному вот но такую игру никто не будет делать да и с другой стороны опять же мы попадаем такую фигню что force уже там все круто сделано но force да там нет открытого мира понимаете да прочее то есть там мир очень такой там нету не сюжета ничего там нету короче тоже получается как игра на такая себе очень-очень такая ограниченная очень однообразная вот давайте короче по поняли про этот левел да он мне вот этот левел не понравился потому что он мало чем отличается даже чуть ли не от старфилда ну starfield ладно там starfield и вообще не уважаю кстати заодно сейчас сразу скажу я это накануна часто на стримах говорю но не все смотрят стримы тем более это обычно говорю поздно ночью то что я считающая игровая индустрия вообще может сказать мертва можно сказать находится в глубочайшей коме вот в ней все супер плохо вообще это прослушаем говно короче в игровой индустрии все ультра супер плохо да она может сказать ну неправильно искать предсмертная да то что все равно она была она будет рыпаться так или иначе даже будут выпускать какие-то проекты даже если там какой-то юбисофт сдохнет да у него громадные проблемы то какие-нибудь владе брутал и все равно будут выходить да такие но что называется либо типа майнкрафта то есть энтузиасты будут делать поэтому совсем мертвая она не будет нового на маздема на края на крайняк мы напилим да кстати заранее говорю в на маздема графика лучше чем вот этот например уровень вот но тут подрубил дайте пока разница вот эта графика я заценим вот но тем не менее 3 копейки свои брошу до игровая индустрия практически мертва новых проектов практически ничего нет не ждем хотя этот проект и не ждал но это по сути демка что же не полноценный проект от чисто демка посмотреть на графику да и закрыть и выкинуть вот как проект от не годится вот этим более здесь графика все они такая крутая как в том же в на маздема 15 года карлики 15 года три лайка только за в на маздема и 5 комментов и 7 репостов только за в на маздема вот хотя вы скажете в на маздема тоже в коме да но несмотря на этого на маздема на десятки лет опередила опередила так сказать все что только возможно опередить вот на десятки лет понимаете ну смотрим вот этот уровень да ну по сути на самом деле тут графика да вот мнение эксперта уровня по сути края 1 но но только одно текстурки вот эти получше земли то есть края с первым там более жиденькие не хотя карлик скажу что можно моды установить да круче сделать но это понятно моды я не любил никогда вот эти моды по причине того что моды они во первых они не обязательно они могут быть могут не бы не быть да то есть какая-то игра понравилась а там может нету моды в первый момент второй момент часто от модов игры начинают вылетать от кто уже то играл моды ставил я в свое время ставил на житова сити о и такой ад был и кстати потом еще на 4 ставил когда-то ролики всякий снимал это уже когда блогером был это такой ад там все время установишь что-то машину какую-нибудь и все это говно начинает вылетать почему она может не сразу вылетать кучу это такой ад короче все эти вылеты она начинает тормозить долг грузиться короче блин эти моды это просто жопу да я знаю там моды были знаете там нажида 4 там и нб вот эти хотя даже накид и нб делал у меня есть обзор на имбинат сейчас же все устарел говно были нам нам она это мара винт как вас карим моды вот это я все хотел сделать так и не сделал короче с карим там супер моды там по 500 моды вставили там тип круто блин вот но это целый блин такой геморрой все ставите целый блин работать уже там к сам как программист короче потому что на скорее там но может и быть кита сборки но в идеале там нужно было самому там неделю или месяц тратить чтобы 500 модов поставить то что там карлики от которой видосики делали крутые по скорее муда они потом писали список модов и там просто десятки модов были то есть тебе нужно каждый мотот вставить скачивать здесь десятки модов вот они свои сборки делали ну конечно какие-то эти сборки на можно было все таки скачать полностью 4 так руки не нашли то что я считал что ну скорее уже изначально она устаревшая игра там же вот это как это называется ну как в starfield и вот эти левелы забыл уже это слово ну короче когда ты в дверь входишь и она подгружается как отдельная стадия дом это но это пипец это конечно даже не будем обсуждать это я в starfield и обзоре когда стримы делал все это обосрал ну тут еще короче минус дал опухи вот неплохие это вот то что травка сделана крест-накрест текстуркой ща покажу кустики где-то они там были сейчас ну так неплохо но тут ничего это уже все было тот же battlefront 2 я хотел рассмотр сделать не знаю насколько правда актуально там это было это семнадцатый год кстати тоже battlefront 1 в пятнадцатом году тоже был фотореалистичен на но по крайней мере на на этой на где вот с пустыни там была карта конечно тут можно рассмеяться искать ну пустыню фотореалистично сделать но все равно не так это не у всех это получалось да не только на пустыне там еще где зима хотя зима это тоже снег ну короче там тоже был довольно фотореалистично а это был еще 15 1 части 17 2 часть вот еще forest была по моему такая игра или какая-то помните мне нравилось про лес я забыл годов 19 я делал я щупом присмотры дел когда какую-то видеокарту 40 90 или какой-то купил вот ну по форесту грубо говоря по лесу да здесь ничего нового по сути как кризис чуть улучшенный но кризис мы помним 2007 год вот где здесь вот где-то здесь были кустики крест-накрест травинки бросались ну вот 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 это вот трава именно вот трава видите вот она каноник текстурка сделано крест-накрест вот вот эти вот видите травинки вот именно щавель вот это высокий который в коленом не упирается сквозь колено проходит да вот карлики тоже вот никто конечно внимание не обратит да короче 2025 год на носу да и трава каноник проходит сквозь ногу вот не нужно мне только говорить что в 2025 году они до сих пор со всякими физиксами не сделали модель где трава мнется ногу и не проходит сквозь ногу вот не нужно мне говорить что до сих пор там не хватает мощностей так далее а когда когда хватит прошло 25 22 года от не купили ком в 2003 году да и примерно тогда также все было 22 года прошло сколько им еще лет надо 200 лет чтобы наконец-то трава да вот она ногу вот упиралась короче ну понимаете прочую говорю да вот ну ладно короче чё там там по моему кстати больше уровней то нету давайте посмотрим с этим уровнем короче все понятно я сказал да тут принципе так лес по сути уровне кризис первым только чуть улучшенный ну и на уровне battlefront 2 еще может даже быть вторым может даже лучше еще спорно тут вам так сказать больше ничего нет а вот это кстати хороший уровень его смотрел хорошую чуть не забыл хорошо что посмотрел хорошую это легендарный уровень короче с counter-strike а сейчас я забыл как он называется забыл как он называется я именно клад counter-strike 1 установил а это был практически ну довольно быстро после покупки компа там но не совсем прям сразу там через несколько месяц может я вот любил играть именно на этом уровне забыл как называется ну короче это вышка нефтевышка платформа да и вот на ней короче там еще внутри всякие люки там и вот они сделали эту легендарную вот на этом анриал пятом движке и вот мы теперь можем посмотреть как это практически реалистично сделано ну вода вот кстати дубово выглядит и вообще мертвый да смотрите даже волн нет вообще просто дубок просто пластмасса блин вообще вода но это конечно пипец ну и облака таки довольно нищие кстати говоря тоже мир мертвыми выглядит согласитесь вот конечно карлики раскукарекаются что это демка блин ну может быть в любом случае вода а кстати вот еще заметил вода тут вряд ли будет супер крутой даже если они они немножко живят вот эти трубы мертвыми тоже выглядят нереалистично кстати напоминает вот этот уровень на самом деле анриал когда 5 вышел или 4 по вам 5 когда помните движок на движке я еще обзор дел году примерно я точно не помню примерно 17 16 год ну там в это время других не было игр там вышел вот анриал и вышел анриал именно вот игра анриал на этом движке о за царите и пипец ну все карлики просто карлики ща похоронить эту игру саре тень как движется все это карлики давайте хороните эту игру мне не до игру нет дымку вот я да я даже и не буду хоронить да а вот я не даже я не буду хоронить я карликом все ну мало конечно карлики кто досюда смотрят ну те карлики которые досмотрели вот респект подписка колокольчик да так сказать кланяемся да но все вот этот марш меню мендельсона играет да или кого там но это эти трубы они вот как-то вот они не реалистичны во первых полигонов не так много на самом деле вот изгиб и как-то вот они вот не очень выглядит реалистично а все остальное кстати она одно из то что реалистичны гамма реалистичны но это наверное достигается минут этими фото текстурами скорее всего а трубу скорее всего то оранжевым покрасили вот она немножко она как тот выглядит не очень не знаю напишите но кто-то она немножко чуть-чуть как раз она выглядит как игра ну кстати знаете прикол в чем когда все будет реалистично прям как в реале мы на самом деле уверен будем скучать по то и немножко то графики такой компьютерной да знаете такой но как бы сказать то но не до недореалистичным вот мы по ней будем скучать я уверен то что это реалистичность она на самом деле уныло ну по сути реалистичность будет как жизнь да а жизни то нам хватает и в жизни правильно и мы и мы будем немножко скучать мы когда будем старые игры играть такие современные но старые но там условно пятнадцатого года может тринадцатого мы будем кайфовать и думать о как же раньше классно было ну конечно не реалистично но зато как душевненько блин что-то реалистичность она тоже такая на самом деле блин но она такая получается как 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 реал и реала нам хватает в реалии на ну такой парадекс короче мы вроде хотим реалистичности в то же время она вот не очень нам нужно казус маслакова на все во все учебники карлики вносят казус маслакова короче дел к ночи да но в общем вот тут я еще видел кути цистерну который не очень реалистично вывести того на эти по поводу спрыгнуть не знаю выживу не выживу ниже а ну вот она вот на тип такой рейд цистерна только другого цвета там пол есть ну хотелось бы знать чего не сюда что добавили хром хромированную цсерну и отражение были но потом с отражениями проблемы здесь я где-то находил зеркало на одном из уровням и сейчас уже не буду находить сами если захотеть найдете там там не было отражение главного героя это уже этим все сказано еще там где-то лужу было и в луже тоже ну и во-первых главный герой нет а вот кстати лужи здесь было еще найдем лужу короче там тоже артефакты были ну к счет на этом уровне может и не найдем здесь была где-то лужа и там она артефакт на отражение были вот так маслаков везде лужу найдет и грязь сейчас она особо не ищется тоже неохота суббекте а вова вот эта цистерна же говорил другого цвета вот вот она тут во первых по полигонам не очень и вот у нее видите у нее вот это вот матовая поверхность ну не знаю блин пластмассово тоже она выглядит как хрена узнает не ход но тут видно что полигонов вот видите так полигона не полностью она не круглая не очень она так реалистично выглядит как немножко пластмасса вот ну а это как говорится возможно придираясь но то что полигон не хватает и точно там не полностью все равно картинка да опять же как-то на все как-то безжизненно выглядит ну во первых вода это сто пудов ну и вот это не знаю но в целом все равно в целом сам круто так выглядит вот но мне бы хотелось более тут уровень маленький да мне бы хотел сказать глобального уровня знаете такого ну условно там голливуд вот где вот это в лос-анджелесе надпись либо чтобы как ты лос-анджелесе выходишь и вот вдаль было еще дальность прорисовки вот такого какого-то уровня до нее не такого-то как это называется такого ограниченного уровня забыл как называется нищего короче уровня какого-то такого царю уровня с машинами там со всей одну кстати тут еще вспоминаем демку матрицы помните обзор ты делала нам еще 40 fps вышла матрицу вот там кстати круто реалистично был довольно таки но там тоже были свои какие траблы но можете посмотреть мой обзор на том демку я уже рассмотр не буду делать смысла нет есть только ничуть но выпустят короче во всех этих реалистичных демках на самом деле тоже есть какая-то безжизненности мертвости мира блин не знаю чем связано а реалистичность я думаю добывается в основном фото текстурами вот ну и на самом деле демка я помню еще демка была году в одиннадцатом а мд мд у них какая-то демка была правда я помню нельзя было запустить там к это демка была город город был город тип нью-йорка этапом то ли rtx был то ли чего-то короче там очень круто очень реалистично выглядел но по моему только скриншоты были еще была такая супер депко nvidia гараж помните лет 10 назад а то и 15 я ее потом я ее пытался запустить несколько лет назад но она уже не запускалась потому что я потом читал для нее она по вообще только запускался там короче они эти все хитрожопые войске они сделали что она только может запускаться по моему на же force 680 или какой-то был только на нем то есть там привязан как-то было ну оптимизации короче короче вот вам вся эта совместимость нищие да и короче более на новую на более новых картах она просто не запускалась вот конечно чакарлики придут и скажешь ну если установить какую-нибудь виртуальную windows vista бля то все запустится но может быть я уж настолько не возился короче мне не посчастливилось свое время до когда это вышла демка у меня же тогда было в то время скорее все мдшная карта ну то есть у меня была gts 250 на ней не факт что запускалась бы она возможно старее было напишите эксперт у меня у меня же как было у меня было gts 250 а потом было им даже на 79 70 пол а потом уже было 980 к вот напишите на какой карте могла бы она запуститься но я не знаю буду делать не буду может на 980 может быть на 980 я помню не запускал я помню запускал пытался на 28 стебу и на 4090 вот они не запускались короче глубоко не копал короче было это nvidia гараж древние и на ней тоже там был rtx по моему уже и все круто было вот но к сожалению я не был счастливым ли лицезрителем той демки до личную не видел да так сказать друг друг рассказывал так сказать вот ну можно конечно понятно на ю тубе да так сказать поиграть в данную демку вот можете посмотреть но был был чего был я помню еще блокад демка не знает им виде гараж или нет еще от intel rtx от intel году чуть ли не в седьмом или восьмом и там она короче и на это не уме по моему запускали то что к итани ум мог это рендерить это он рендерил там пом 2 fps а и вот это показывало мощь итаниума но такой процессор был северный таню он там стоил 4 5 тысяч долларов пишите опять же кто в курсе дача конечно эксперты подтянут диваны которые все знают про это не ум так сказать за 5000 долларов и вот это бы то не уме по мою ли оптерон оптерон это по моему были тайм дешние а там именно intel было у меня даже этот это видео где-то в вконтакте есть если клуб глубоко копнуть ну либо спрос загуглить там там тоже . какая-то была да этот на это не уме там рендерилась как они говорили а real time это вот круто был теперь real time то что те времена там не было real time рейд рейт рейсинга но там real time был 2 3 4 fps а вот а сейчас это рейт рейт рейсинг ну правда он конечно он обрезанный карлики я сам не сильно разбираюсь но я точно знаю что он конечно обрезанный по самые по помидоры вот опять же кто разбирается может так сказать постик на две-три тысяч символов накатать ну вот смотрите вот видите вот нищего царите но пипец да ведь какая-то дырявая плита который то появляется то нет ее нету короче но вот такой rtx 2k 25 года можно сказать на топ на топ видеокарте до 40 90 топовую видеокарта самой мощной на данную наносекунду вот такой вот rtx вот человек вообще не отображается ну что поделать глубоко не копаем да про травку которая сквозь ножку проходит вот эти бочки тоже кстати не реалистично выглядит тоже напишите с чем это связано почему вот вот те стены на тех уровнях да вот на первом самом главном уровне они реально реалистично вот эта стена довольно реалистично а вот эти бочки они не пришей коню рукав выглядит они реально выглядят как будто вот бочки из half life 2 из той же графика практически мы полигонов тут кстати довольно маловато вот с чем это связано почему это вообще бочки не из данной игры выглядит вот они чужеродного не вписались вообще почему могут же в реальной жизни быть бочки синие бочки почему они не смотрятся вот что-то в них не то но эксперты могут написать да так сказать про это не ум про так сказать синие бочки про травку в колене вот и так далее глубоко не копаем могут копнуть так сказать да до пермского периода да и вот тут карлики не знают обойти копнул что пермский период совпадение не думаю в россии есть такой город первым и кто-то подумает совпадение а вот она и не совпадение пермский период а это в мире в мире это называется пермский период он связанный минут с данным сказать городом либо местностью короче но особо глубокой не копал все карлики за сим прощаюсь ну в общем супер ультра глубокая аналитика было да в общем все равно одну позитивная в данном в данной демки все равно позитивно есть хотя это по сути анрел анрел париж вот это был до который еще в пятнадцатом году или даже в тринадцатом вот наконец-то его по сути да так то есть подумать а это еще анрел париж что он был в мохнатым году вот но все равно карлики конечно скажут что часто все равно получше все какие технологии там rtx тот же ну мэйби бэйби хотя как мы знаем да даже в каком-то то ли думе третьим то ли в какой-то ска древнегреческой игре уже отражение в зеркале были в туалете я помню была играющим эдисон на меня пародию делу ретурн дюк нюкем ретурн в 2011 по год и ты там к зеркалу в толчке подходила и был там твое полноценное отражение а сейчас в играх с rtx am ты когда в толчке подойдешь к игре в том же киберпанке там нет отражения ну или в киберпанке ну где-то там короче нету по в киберпанке нет еще я помню в доставщике яндекс еды нету то и отражение там нужно жать что-то кнопку включить отражение или лет в киберпанке я путаю короче фуфло вам все втирают карлики готовьте две три тысячи грима для 5090 естественно дурачков мало будет покупать даже я возможно не куплю 5090 за 2-3 тысячи зелени но при курсе под стол уже под сотку вот просто не за что да вот за эту воду мертвую пластмассовую за травинку в колене да так сказать и за фейковое отражение и так далее вот напишите свои комменты да лайк репост подписка колокольчик продвигайте так сказать везде пишите про меня так сказать и папа пошла помидорка ну все блин выложился на 170 где-то процентов все карлики пакетово хач-хач